Десногорск Десногорск готов к открытию пляжного сезона. Первенство области по футболу в Десногорске. 21 и 24 мая в Центре культуры и молодежной политики Десногорска состоялись дебаты участников предварительного голосования по отбору кандидатов для выдвижения от партии «Единая Россия» на выборы в Смоленскую областную думу. На дискуссионной площадке встретились как опытные, так и начинающие политики, которые высказали свое видение в решении актуальных вопросов по темам дебатов. О своем участии в предварительном голосовании в региональный парламент по округу номер 15 заявили 7 человек. Начальник МСЧ-135 Алексей Азаренков, директор службы благоустройства города Андрей Олейников, заместитель директора АО «Атомтранс» Вячеслав Воловик, председатель комитета по культуре и молодежной политике Анна Королева, директор полигона ТБО Денис Кротов, директор АО «Атомтранс», депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, генеральный директор ООО «Смоленская АЭС-сервис» Эдуард Синовоз. Согласно положению о предварительном голосовании, дебаты – это одно из ключевых мероприятий в процедуре «Праймерис». Каждый участник должен донести свою позицию до общественности, высказавшись как минимум по двум предложенным темам. В ходе работы дебатплощадок кандидаты рассказали жителям города о себе, высказали свое видение путей решения проблем в сфере образования, спорта и культуры, как сделать их более качественными и доступными для населения, обсудили значимость патриотических ценностей и единство россиян в современном обществе. Также они ответили на вопросы, заданные представителями общественности, которые присутствовали на дебатах. Все участники предварительного голосования подчеркнули важность прошедших встреч с жителями Десногорска, которые дают возможность непосредственно от горожан узнать, какие проблемы их больше всего беспокоят. Высказали свое мнение по обсуждаемым темам. Наша молодежь сегодня другая, но патриотизм у нее ничуть не меньше, чем у старшего поколения. Среди молодежи в мирное время есть немало героев России, воевавших в горячих точках. Вспомним день Победы. Молодежь, держа в руках портреты своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, дружно встали в ряды бессмертного полка, который с гордостью сжигает по всей России. Яркий пример патриотизма – присоединение к Крыму. Молодежь не пасует пред санкциями, объявленных Западом, а стала работать, разрабатывать высокие технологии на благо своего Отечества. Я бы сказал так – прекрасная у нас молодежь, потому что она знает историю своих великих предков, а значит, у нее есть будущее. Как Вы считаете, насколько актуальна тема дебатов о патриотизме? Я считаю, что все наше существование нашей страны было основано только на патриотизме тех людей, за счет которых мы сейчас живем. Это наши предки, деды и прадеды, которые благодарят тому, что были глубоко, любили свою родину и отдавали свои жизни за то, чтобы мы сейчас жили. И я считаю, и мы обязаны также жить тем же заветом, который пришли от наших прадедов и дедов. Предварительное голосование пройдет уже в это воскресенье 3 июня. Его победители станут кандидатами в депутаты Смоленской областной думы. Голосование будет рейтинговое. Можно отдать свой голос за любое количество кандидатов. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. В северной столице прошел 22-й Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимала и делегация Смоленской области. На площадке саммита губернатор Алексей Островский подписал несколько соглашений, направленных на дальнейшее развитие региона. По итогам прошлого года в Смоленской области зарегистрированы более 39 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это на 2 тысячи больше, чем в 2016-м. При этом Смоленщина вошла в число лидеров по поддержке малого предпринимательства. Алексей Островский подписал соглашение с руководством одного из крупнейших французских холдингов о реализации инвестпроекта по производству льноуборочной техники. Открыть его планируют на базе Вяземского машиностроительного завода. Во вторник 29 мая на плановом еженедельном совещании глава муниципального образования города Десногорск Андрей Шубин определил задачи на текущую неделю. Коммунальные службы города готовятся к осенне-зимнему периоду. На инженерных сетях 2-го микрорайона проведены гидравлические испытания, устраняются дефекты. Все потребители на данный момент обеспечены горячей водой. 31 мая пройдет следующий этап испытаний. Объявление развешивали, значит, начинается гидравлическое испытание магистральных сетей. Это вот УТСМ, это станционная сеть, граница актуационной ответственности, и, значит, до 6-го микрорайона. Значит, ограничение будет полностью отключить 4-го, 5-го, 6-го микрорайона. Основные сети магистральные. В Международный день защиты детей в городе состоятся масштабные, спортивные и развлекательные мероприятия. Мы приглашаем всех гостей «Мир детства, мир радости», театральная игровая программа для детей, значит, с 11 до 13 на баскетбольной площадке 4-го микрорайона. И также с 17 до 20 яркие краски детства на городской летней эстраде. Также 1 июня мы открываем марафон по баскетболу 3х3 «Оранжевый атом» в 13.00 на баскетбольной площадке 4-го микрорайона. В школах Десногорска 30 мая последний учебный день. А с 1 июня для ребят начнут работать летние оздоровительные лагеря на базах 1-й, 2-й, 4-й школ и Дома детского творчества. В Смоленском районе задержали квартирного вора. Его удалось вычислить сотрудникам уголовного розыска после того, как он вынес из дома в деревне Станички планшеты, ювелирные украшения на сумму 310 тысяч рублей. Сейчас также установлена его причастность к ещё двум кражам. Часть похищенного имущества удалось найти. Место нахождения остального устанавливается. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок до 6 лет. Глава муниципального образования город Десногорск Андрей Шубин подписал распоряжение об официальном открытии с 1 июня купального сезона в городе. Управлением по делам ГОИЧС и службой благоустройства выполнен большой объём работ по подготовке городского пляжа к безопасному отдыху. На выездном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, состоявшемся 28 мая, была дана оценка качества выполненных работ. Ежегодно до начала купального сезона организуется подготовка пляжей. Водолазы очищают дно и береговую зону от стёкол, арматуры, мусора. Сотрудники Роспотребнадзора исследуют качество воды, песка и проверяют обработку территории от клещей. Пляж готов к эксплуатации. С 1 июня он открывается. Работать будет с 11 часов утра до 20 часов вечера. Наняты у нас уже обслуживающий персонал. Оборудованы территории для курения в двух местах в начале пляжа и в конце пляжа. Оборудован фонтанчик. Получено заключение санопитемстанции то, что питьевая вода соответствует нормативам. Завезён чистенький песок. Все мероприятия выполнены, поэтому приглашаю жителей города 1 числа прийти и начинать летний сезон. На стенде возле пляжа размещена информация о температуре воды и воздуха, правилах поведения на воде и работе пляжа. На стационарных спасательных постах дежурят пять матросов. Все спасательные посты укомплектованы весельными и моторными лодками, спасательными кругами и нагрудниками, медицинской аптечкой, комплектами для ныряния и другим спасательным оборудованием. Акватория пляжа и место для плавания детей огорожены буйковой гирляндой. Спасатели призывают родителей ни на секунду не оставлять детей без присмотра в воде. При купании необходимо использовать удерживающие устройства. Также в обязательном порядке на пляже у ребёнка должны быть головной убор, солнцезащитный крем и бутылочка с водой. Самые распространённые обращения за помощью к спасателям – из-за солнечных и тепловых ударов. Десногорцы поделились впечатлениями от пляжа. Мне очень нравится на самом деле, да, и место для курения есть, и сделали там, оградили для детей, загон мелкий сделали, песка вот насыпали, я вижу, фонтанчик починили. Всё очень хорошо, замечательно. Хороший пляж, приходите, тут очень классно. Рассмотрев готовность объектов, комиссия приняла решение признать пригодным к эксплуатации городской пляж. В Десногорском историко-кровеческом музее с 4 по 29 июня пройдёт образовательная программа «Русский самовар». Записаться на мероприятие можно по телефону, который вы видите на экране. А сейчас о спортивной жизни нашего города. В регионе с 18 мая по 23 сентября проходит зональное первенство в Смоленской области по футболу. За право быть первой в зоне Запад борьбу ведут 9 команд. 26 мая наша десногорская команда «Автомобилист САЭС» встречала гостей. Соперниками десногорцев была команда футбольного клуба «Починок». В Италии развернулись на стадионе «Атомтранс». После первого тайма десногорские футболисты уступали соперникам со счётом 3-1, чем очень огорчали своих болельщиков. Пришли поболеть за «Починок» либо за «САЭС». Я за хороший футбол, а пока его не вижу. Во втором тайме команда «Автомобилистов» собралась силами и забила в ворота «Починка» два долгожданных гола. Завершилась встреча дружеской победой со счётом 3-3. 1 июня – Международный день защиты детей. В Десногорске пройдут мероприятия, посвящённые этому дню. На спортивной площадке Дворца молодёжи пройдёт открытый турнир по дворовому мини-футболу. В 10.00 – церемония открытия соревнований. В 11.00 – начало турнира. Также на площадке Дворца молодёжи в 11 часов начнётся спортивная эстафета «Весёлые старты». В 12.00 – конкурс рисунков на асфальте. В 12.30 – в зрительном зале Дворца молодёжи конкурс караоке «Солнечное путешествие». С 11.00 до часу на баскетбольной площадке 4-го микрорайона пройдёт театральная игровая программа «Мир детства. Мир радости». А затем начнутся игры по баскетболу. В 17.00 – на городской летней эстраде праздничная программа «Яркие краски детства». Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – desnadefistv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!